Добрый вечер, смотрите Главное. Сегодня у меня в гостях Валерий Демидецкий, журналист против Вильтаз Молдови, Валерий Реница, также журналист наш коллега. Сегодня мы будем говорить о последних политических событиях, но не только в Молдове, а начнем, наверное, с зарубежных. Буквально вчера состоялись выборы президента Российской Федерации, который абсолютно предсказуемо выиграл Владимир Путин, набрав более 76% голосов. Господин Демидецкий, в Молдове проголосовало более 80 тысяч граждан Российской Федерации, находящихся в территории Республики Молдова. Это хороший результат, и из них 95 проголосовали за Владимира Путина. Это лучший результат, наверное, за все годы, потому что на прошлых выборах было 57 тысяч, а тут 80, то есть на 30% выскочило и так далее. Ну и удивительный результат, наверное, для кого-то, что 90% для Путина. Я вам скажу, почему это произошло, мое мнение. Во-первых, Путин должен поблагодарить всех своих, так сказать, доверенных лиц за рубежом. Начать с Мэй, Трампа, Меркель и всех остальных. Дело в том, что западная пропаганда сделала столько для его победы, что не сделал никто. Я вот удивляюсь, я всегда говорил, что ребятам-пропагандистам западным страшно удивляюсь. Или они специально хотели, чтобы, знаете, вот... У меня такое впечатление, что они подталкивают Путина к пожизненному сроку. Хотя он сказал, что в 100 лет я не хочу быть президентом, в следующую возможность у него будет 77 лет. Никому хочется 70 лет на эти галеры снова. Но тем не менее такое впечатление, что они хотят, вот будь, 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 знаете, вот как бы избиратели. Посмотрите, что они сделали. У нас в России результат либералов упал втрое. Если Прохоров взял на выборах либералы, взяли 8%, там еще был Явленинский и другие либералы, то сейчас Ксения Собчак с либералом с полторами процентами. Но это смешно, понимаете? То есть они фактически убили либеральное крыло, которое необходимо, нужно России. Потому что нужна полемика, нужны споры. И Путин не случайно, он же не удаляет из своего окружения вот это либеральное крыло, там есть Чубайс, и Кудрин, и все остальные представители либерального крыла, которые... Ну посмотрите, что случилось. Путин 70%, коммунисты еще 15%, либералы еще 6%, получилось почти под 90%. И чей это результат? Это результат дурного давления сумасшедшей западной глупой пропаганды, пропагандистской кампании. Она была лживая, она была непрофессиональной. Из нее торчали вот так уши. Можете себе представить вот эту историю даже со Скрипалем, да? Ну это смешно, вот знаете, вот человек, у которого завтра выбора, летом чемпионат мира, который он так добился, оберегает, он дает указание, извините меня, отравить какого-то полковника, который в 2004 году был арестован и был отдан, так сказать, обменен на этих вот, эту группу, которые там спящих вскрыли, да, этих интернетчиков, вот, в Штатах и так далее. Зачем ему это нужно? Вот так из логики, да? И когда я увидел, что вот, вопреки всем правилам, значит, нас же чему учат наши менторы западные, да, что есть презумпция невиновности, что нельзя преступника назвать до решения суда человека, за это судят. Вот если в студии кого-то назовут здесь, что он сделал то и то, а суд, решение суда, на меня подают в суд и загонят. Тем не менее, уже глава МИФ говорит, что Путин дал указания, приказания, это какая-то шизофрения массовая, понимаете? И вот результат, мы имеем результат, да, вот, что сегодня там действительно, я знаю просто ментальность русских, я сам удивился. Понимаете, я все-таки вырос в Бессарабии, и у меня несколько другая ментальность, но когда я приехал туда после этой истории, при вот это давлении увидел их настроение, сказали, а вот, да, вот на нас давят, да, вот, им фигу. Надо понимать, надо хотя бы читать книги исторические, знать, какая была история у Наполеона, который был в Москве, или у Гитлера, который был под Москвой, понимаете? На них давить, это бесполезно, понимаете, с ними надо договариваться. Их можно было, как вот, в 90-е годы развести, да, когда их на демократию, на свободу немного развели, и в 90-е годы хорошо пограбили, но вот так, как прямым лобовым столкновением, это бесполезно. Они на это не пойдут. Господин Реница, большее количество, большая активность в Молдове, несмотря на погодные условия, которые вчера были, скажем так, совсем не мягкие, да, и не щадящие, люди стояли на улице, ждали своей очереди, чтобы зайти и проголосовать. Ну и результат 95%. О чем это говорит? Большинство из этих людей все-таки граждане Республики Молдовы, в том числе. Говорит, во-первых, о том, что империи распадаются очень и очень медленно. То есть мы еще, очень много людей, которые живут еще той жизнью. Потом у нас надо признать, что у большинства людей есть уважение к России. Ну вот так воспитано еще с детства. Потом воспитано на базе уважения к культуре российской. Ну, я думаю, что в любом случае нужно отнестись с уважением к российским гражданам. Это их выбор. Ну, там критиковать, не критиковать. Ну, с другой стороны, господин Демидецкий, наверное, нужно все-таки недооценивать этих западных пропагандистов. Все-таки они развалили Союз. Да. Нет, вы знаете, Валера, я всегда говорил, что незападные пропагандисты развалились в Советский Союз. Ну, с их помощью. Нет, нет, послушайте, у меня нет никакого антизападного настроения, я нормально отношусь к американцам, европейцам и так далее. Они молодцы, они умеют отставить, они умеют проводить свои интересы. Только дурачок может думать, что какая-то страна заботится о твоем благосостоянии. Мир создан на конкуренции, и на жесткой конкуренции. И то, что, извините меня, в Советском Союзе произошло, вот, с перестройкой Горбачева, да, когда как наивные поверили, да, что вот кто-то кому-то там на чем-то въедет в рай, да. Вот Советский Союз развалили именно в Москве, и даже не на национальных окраинах, вы это лучше меня знаете. Да, там был развален в Москве, почему? Потому что хотели быстрых перемен, верили в сказки, вот, как и мы сейчас продолжаем верить, да, что мировые лидеры только сидят и думают, как нашу страну осчастливить, да. Вот, но почему-то 25 лет мы идем, и еще, это есть один такой момент, я с вами согласен очень, что у нас есть ностальгия по Советскому Союзу, но она, знаете, с чем связана? Молдова стала единственной страной, где к власти пришли партии коммунистов через 10 лет, когда-то в 90-м году ко мне подошли пару депутатов фронтистов и сказали, Валер, ты можешь написать статью о злоупотреблениях Бодила, Грослова, вот у нас есть документы, и показали мне эти документы, там что-то было, какие-то смушки, что-то куплено у Бодила там на даче в Кондрице, какая-то люстра пропала, знаете, когда он уехал в Москву, он уехал на предсовом мина и увез с собой люстру из Кондрицы, знаете, заходящий резидент, ну смешно. Бывает, да. Ну, как вот и в Советском Союзе, потому что злостный Запад или кто-нибудь, это наши собственные до того обделались, понимаете? Вот то же самое пришло в России. Россия в 90-х годах, это как пел Лысоцкий, дрались, вешались и продавали нефть по цене дешевле, чем в Сьерра-Леоне, но все надоело. Ну, все равно, такие стратегии, как Кейссенжер и голоса, и масса, и свое дело сделали. Валера, Валера, ни как китайцы ничего не смогли сделать. Они приезжают, начинают им рассказывать сказки про демократию, про самые китайцы говорят, мы 4000 лет, а у вас 200 лет, идите, поучите ваши паучатки. И занимаются своими делами. Потому что у китайцев 4 или 5 тысяч лет непрерывной культуры. Ну, вы знаете, у нас тоже в два раза больше, чем у американцев, могли бы мы тоже сказать, что мы там потомки Штега. Ну, у нас три поля, у нас три поля, и так далее, да. Поэтому, вы знаете, тоже можно было сказать, знаете, вот давайте вы не будете нам рассказывать, советы давать, по советам которых у нас же теперь невыгодно в Молдове выращивать яблоки, надо их привозить с Турции, вино невыгодно делать. У нас же ничего невыгодно делают, кроме как ездить менять памперсы и подметать улицы. Вот это единственное наше, что нам выгодно делать. Спасибо партнерам по развитию. Правильно я поняла, господин Тимзецкий, что феномен популярности Путина, в том числе на территории Республики Молдова, и не только среди тех, кто имеет российское гражданство, но и среди многих молдован, у которых нет российского гражданства, связан именно с неуспехами, да, или антиуспехами правящих правительств, которые были на последнее время. Ну, понимаете ли, Илья, к сожалению, не то, что к сожалению, не хочу сказать к сожалению, не желая России зла, но мы туда ездим на работу, не они к нам, понимаете. И люди понимают, что там, допустим, заработать можно, если хотеть. Я иногда смеюсь над своими коллегами-россиянами, потому что если Молдаване приезжает и пару тысяч долларов у вас здесь поднимает в месяц, да, и зарабатывает, то что мешает вам, чего вы ругаете Путина-то, да, что мешает тебе обучиться ставить хорошо плитку. И любая работа, она, как бы сказать, ну как, я считаю, почетная, если человек мастер своего дела, да, вот. Поэтому, я говорю, если у них есть возможность зарабатывать, работать и зарабатывать, а у них такая возможность есть, и в том числе самое удивительное, что произошло благодаря этим санкциям, да, потому что я никогда не забуду, когда Андрей Николаевич Сангель, ведя переговоры с Чернобыльником, сказал, ну что вы с этими персиками, мы можем вам завести яблоки и персики по два, там, по два лея или по три лея, на что ему Чернобыльник сказал, не надо, говорит, расстреляют. А в чем дело, это я удивился, да, а почему в чем дело? Потому что западные производители, они что делали? Они давали, завозили свою продукцию, и деньги не требовали 2-3 месяца, и те крутили деньги, понимаете? Еще крутили деньги, конечно, они имели дело с западным производителем, который привозил эту вату, да, вот, и еще плюс, еще давал возможность покрутить деньги 2-3 месяца, еще уйти от налогов и так далее. А мы сдавали, не привозили, говорят, деньги, давайте, да, говорят, ну а в чем мы с вами будем иметь дело, понимаете? Вот, а сейчас ситуация несколько изменилась, и мы, кстати, сегодня могли бы на этом сыграть, потому что нас нечестно вытолкнули с российского рынка, скажем так. Так, нас обманули, надули, вы вспомните, когда вот нам сказали, плюньте в сторону России, мы потеряли тот же винный рынок. А почему потеряли? Потому что наше место заняли тех, кто нам сказали, плюньте на них, да? А россияне с удовольствием сказали, хорошо, вы, как члены СНГ, не платили таможенные пошлины, заходили, а эти будут платить, и мы получим бюджет. Плюс мы с ними получим прямой торговый контакт, а ничто не так не сближает, как торговля. Вы знаете, думаю, я убежден, что в обозримом будущем скоро санкции будут отменены, потому что от них страдают не только русские, от них в большей мере страдают те, кто очень хорошо зарабатывал на большом, огромном российском рынке, в той же Европе и так далее. Поэтому я вам говорю, что это все-таки торговля, она идет впереди политики, понимаете? И когда интересы сходятся, люди быстрее находят общий язык, когда есть общий интерес. Господин Иринец, как сейчас можно охарактеризовать взаимоотношения Республика Молдова и Российская Федерация, и как они будут дальше продолжаться в свете того, что мы как-то очень странно пытались, по крайней мере, выстроить, на мой взгляд, странно, возможно, я, конечно, не дипломат, я не сложно на эту тему высказываться, выстраивать взаимоотношения дальше. Ну, я думаю, что все проходит, все это тяжелое, которое в наших отношениях это пройдет, тем более, что все, что было, это было, в принципе, на уровне нетяжелой артиллерии. То есть были какие-то... То есть объявить вице-премьера Персона Нонграда – это не тяжелая артиллерия? Нет, это декларации, это... То есть я считаю, что если в дипломатии есть какие-то красные линии, которые нельзя переходить, то они не были, не были нарушены, эти красные линии. То есть, ну, то, что было, тем более, что Россия – великая держава, она, скажем, на некоторые вещи смотрит то ли свысока, то ли, может быть, мудрее. Я бы нашел другой снисходитель. То есть они с пониманием относятся. Они, извини, Валерий, что я перебил, они очень хорошо понимают нашу внутреннюю ситуацию. Тем более, что очень много вещей, они идут не только от властной партии, от всех партий, у которых есть хорошие игроки в нашей политической игре, они идут от, скажем, от электоральных задач больше. Я бы даже не заикался насчет, что кто-то там из наших правителей до того безрассудный, что он пытается насаждать в обществе какие-то антироссийские настроения. Ну, они как бы как производные, можно вычислить их, но на самом деле они не идут. Там, может быть, где-то там Запад или какие-то организации западные, не будем винить, весь Запад. Какие-то организации Запада поджимают, нажимают. Есть хороший журналистский штамм, круги. Да, но на самом деле я думаю, что все-таки нельзя назвать наши отношения с Россией, боже мой, критическими. Они, да, я считаю, что они на более низком уровне, чем мы можем вообще-то дружить с Россией. Ну, к этой дружбе мы еще вернемся, потому что больших потерь в этом конфликте я не вижу. Кстати, Рогозин тоже имеет свою вину в том, что он получил. Он своеобразный политик, я сказал бы так, что вот его полемика, в принципе, давайте не вспомним, она началась с полемики с Михаилом Тедоровичем в Фейсбуке. Михаил Тедорович у нас очень такой, да, тоже политик. Для тех, кто для наших себе зрителей это Михаил Гимбов. Да, Михаил Тедорович спасал свою партию, Рогозин тоже тогда собирался идти в большую политику. Да, он устраивался на приемника. Да, да, и вот тут, понимаете, схлестнулось. Но весь вопрос в том, что я поддержу коллегу, в том, что действительно какой-то катастрофы нет, завтра к нам приезжает... Я это вас как раз и хотела спросить сейчас, господин Карасин. Да, Карасин Григорий Борисович, который считается таким, знаете, серым кардиналом, который он курирует СНГ, он великолепный специалист. Он здесь завтра будет встречаться не только с президентом Додоном, но и с премьером Филиппом. А потом поедет на левый берег, где будет говорить с Красносельским. И то, что господин Карасин приехал, это именно показывает то, что Россия настроена на хорошее отношение с Молдовой. Потому что они могли, в принципе, после этих историй с высокодипломатами, с Рогозинами, с журналистами, сказать, знаете, в прошлом году мы были у вас, пусть теперь молдавская сторона приезжает. И сделает так, чтобы молдавская сторона не приехала. Если им это было нужно, да, осложнить отношения, значит, им не нужно осложнять отношения с молдавской стороной. В принципе, есть Принесовская проблема. У нас еще, Лили, есть очень большая такая ошибка, которую делают наши политики. У нас, к сожалению, как у всякой маленькой страны, вот я иногда шучу, вы помните, в студии с гагаузами, потому что, когда послушаешь гагаузов, приходишь к выводу, что Ленин был гагаузом, и все остальные, от самого Пола Маккартни. Любой маленький народ, он хочет утвердиться, да, да, хочет утвердиться, да, вот каким-то образом, что вот он тоже великий и так далее, и так далее. Вот у нас есть такое, политики, у нас несколько воспитали такое ошибочное, что нас все хотят. И вот отношения хорошие с Россией, больше нужны России нам. Я хочу разуверить, что они больше нужны нам. Почему? Потому что Россия, Соединенные Штаты Америки и большие страны вообще могут себе позволить такие вещи, как ошибка. Ну, там где-то пропал миллиард, где-то развязали, как Ельцин, глупую войну в Чечне, и прогорели, и так далее, и так далее, или в Афганистане, да. А маленькие страны, они должны проводить, как один наш президент сказал, не умную, а мудрую политику. Потому что умный исправит ошибку, а мудрый в эту ситуацию не попадет. Ошибки для маленькой страны, с ее маленьким ресурсом, они очень дорого стоят. И она может быть фатальными. Поэтому мы должны себе действительно очень мудро выстраивать отношения с внешними партнерами. И мы не имеем права на такие ошибки, как и могут делать большие игроки. Значит, нужно не скупиться и инвестировать в дипломатию. У кого нету армии, у кого нету армии, должна быть хорошая дипломатия. Это доказывали наши предки. Штефан Великий еще неизвестно, кем он был больше. Полководцам или искусственным дипломатам, которые умеют налаживать отношения с разными столицами. Это прерогатива маленьких таких стран, как мы. Но у нас есть еще другая прерогатива. Нам, в отличие от России, не нужно груз тащить на себе армии, вооруженные силы и так далее. Потому что они без этого и американцы, и европейцы, и китайцы обойтись не могут. А мы себе такую роскошь позволить можем. Ну, кто нас будет завоевывать? А если захотят завоевать, то сделают за два дня. Один сосед справа, что сосед слева. Поэтому нам нужно больше инвестировать, я считаю, чем в армию, больше инвестировать в дипломатии, в мозги. Чтобы уметь, можно было бы крутиться в этом очень сложном и сложном мире. Поэтому я считаю, что отношения с Россией, я согласен с коллегой, что демпартии не нужны были плохие отношения с Россией. Но в то же время была одна проблема. Понимаете? На сегодня, к сожалению, вот в этом противостоянии между Россией и Западом, который случился из-за Украины, из-за Сирии. Ну, и в принципе, случился, знаете, даже там ни Украину, ни Сирию надо винить. Это все началось еще задолго до Мюнхельской речи Путина. Еще в конце 90-х годов многие мои коллеги на Западе, вот журналисты, с которыми я общался, они сюда приезжали. Иногда бывает, идут к Валерию, подходят, консультируются, спрашивают, что в стране и так далее. Они не для прессы, не для того, но я не могу здесь выдать фамилии, это очень уважаемые журналисты. Они выражали сожаление, что в принципе была сделана фатальная ошибка в отношении России с Западом. Почему? Когда распался Советский Союз, произошло головокружение от успеха. Показалось вот то, что сказал Путин, что с ними вообще не надо разговаривать, с ними их не надо слушать, с ними надо прислушаться вообще, их можно обложить, там, НАТО придавить и так далее. И вот это наивный разговор о том, что ПРО нужно для сдерживания Ирана и так далее. ПРО было нужно, чтобы выбить у русских последний козырь, который у них есть. Это ядерная составляющая, понимаете? И когда Путин сказал, что, ребята, вот это не пройдет, да, мы не станем второразрядной державой, его не поняли и положено давление. Понимаете, давление к чему хорошему не приводит, как показал и Карибский кризис, и показал перед Первой и Второй мировой войной и так далее. В принципе, я считаю, что все должно закончиться нормально, должно закончиться тем, чтобы люди сели и расчертили вот эти красные линии, кто где и за что не переходит, для того, чтобы задать какой-то прочный мир. Так оно будет или не будет вообще, не дай бог. Поэтому я считаю, что вот эта ошибка, которая была сделана, да, их загнали, так сказать, до Москвы, до Сталинграда, и они показали зубы, да. К сожалению, это для нас, маленьких стран, для Украины, это вообще имело фатальный исход. Мы, к счастью нашему, да, оказались в этой ситуации у человека, который наблюдает, так сказать, как кто-то наступил в лужу, понимаете? И мы можем, так сказать, в эту лужу не наступить. Вот. Поэтому это все будет зависеть от наших политиков. Поэтому вот наши политики, которые накануне выборов, опять, проклятые выборы, им нужно было показать каким-то образом, что мы... Давайте я выбору чуть-чуть позже. Господин Демидевский, ну вы хотите прямо в одном выступлении сказать все темы. Ну хорошо, договорились. Господин Граница, вы тоже оптимистично настроены по поводу визита господина Карасина, первое. И второе, согласны ли вы с господином Демидевским, что мы будем некой буферной зоной, да, между двумя зонами влияния Запада и Востока? Да мы его есть уже. Мы давно являемся, к сожалению... Да нас, по-моему, это постоянно куда-то выбрасывает. Да, вы выбрали такую хорошую терминологию, вот, буферная зона. Есть более такая негативная для нас... Я не могу себе такое позволить. Да. Ну, санитарный кордон, скажем так, не очень негативная. Ну и мы ощущаем себя здесь жителями этой зоны. Что касается визита Карасина, не то чтобы я очень оптимистично был бы настроен, но это первый шаг, шаг опять, или второй делается со стороны России. Я думаю, что Россия неплохо настроена. Тут есть, конечно, все время будет возникать в наших этих отношениях, от чего мы все время ссоримся, этот преднестольский вопрос. Ну, наверное, нужно будет понять, что он не скоро решится, и как-то немножко остыть. Хотя остывать нам не дают, потому что там есть такие узлы, как школы, как земля, там, ну, целый пакет. И когда нужно опять завести этот моторчик маленький, да, конфликтов, то всегда... Особенно колоний выбор. Да, да. Ты только хотела сказать, а не наши ли политики сами заводят каждый раз этот моторчик? Безусловно. Причем по обе стороны Днестра. Ну, подождите. Избирательно надо держать в тонусе. Давайте. Я не всегда согласен с этим. То есть по-разному. А где вы понимаете? Ну, вот был подписан этот, как бы, протокол намерения. Четырех. Да, четырех. И были там технические вопросы, которые можно было бы решить. И начали решать, и почему остановились. Я думаю, что остановил Красносельского с одной стороны и Плохотнюка с другой. Все-таки голос из Москвы. Сказали, что, ребята, без нас мира не будет. Мира не будет. Вы себе думаете, что вопрос школы, номеров интересует Москву? А нет. А почему тогда не получилось? Нет, думаю. Я спрашивал когда-то Смирнова, Игорь Николаевич, вот так, в приватной беседе, без камер, без микрофона, без блокнота. Ну, что мешает открыть бычок, да, вот этот мост? Я еду к вам, вынужден стоять, там и пошел бы транспорт, другое. Это ничего не мешает. Ну, они здесь нам не уступают, а мы им здесь. Понимаете? Дипломатия – это как? Это же всегда торг. Баш на баш. Мы упираемся в своем. Нет, мы им не дадим номера. Или дадим номера, или пусть оформляют здесь. Ага, вы не даете номера, мы не даем это. То есть, мы привыкли торговаться. И здесь меня всегда убивала одна вещь. Как мы быстро договариваемся, когда дело касается денег? Вот когда дело касается, вот сейчас заключили НРГКОМ, да, нормально, все прекрасно. Цена хорошая, Днестровская ГРС, покупаем у сепаратистов, сфинансируем их, типа, как кричат наши записные патриоты, да, и ничего нормально, да. Вот так бы решить, какие проблемы есть, на каком там языке учатся эти школы, на какой латинице. Проблема была в чем? Я занимался этим вопросом, ездил, мы снимали с Иролей Ткачевым и коллегой, даже целый фильм. И включили, да, вопрос музыкальной школы, да, музыкальной школы, этих, Молдавских школ. И эти учителя плакали с нами, говорят, ну, эти уперлись, да, с Сирасполя. Возьмите, зарегистрируйте, сказали, не, а не сепаратисты, мы их там регистрировать не будем. Страдали, ученики, там, все такое прочее, ОБСЕ и так далее. Хилл ходил, смеялся уже, говорит, боже мой, я такого не видел нигде. Все идейные. Я даже не говорю эту историю, когда наблюдал, когда, значит, американцев подбили с европейцами выступить посредниками, да, наблюдателями на переговорах. И на первые переговоры приехал Дэвид Крамер, Джит Бринкс, да, из Соединенных Штатов Америки. Он приехал на переговор, значит, и сидел на первом заседании. И там Шова сцепился с Лицкаем из-за этих, вот, земельных наделов в Дубосарах. Старая застарела проблема, тоже яйца выеденного не стоит, понимаете. И я заметил, что Крамер все время переспрашивал переводчика, о чем они говорят. А потом я увидел на лице Крамера дикий ужас. Вот ужас означал. Если я сейчас приеду в Госдеп, и кто-то рассказывает, что я делил каких-то курей и кукурузу в Дубосарском районе, я стану посмешивающим Госдепа. Понимаете, он больше не приезжал. Потому что он понял, что, вот, понимаете, просто мы здесь могли бы спокойно без них договориться. И без России, и без ЕС, и без так далее. Но мы, к сожалению, наши политики, да, если ставить памятник нашему политику молдавскому, да, то это будет человек в позе бегущего египтянина с протянутой рукой. Потому что мы больше смотрим на Запад или на Восток, и смотрим на внешние силы, чем смотрим на своего избирателя. Мы ходим к избирателю на выборах, обещаем им уже 25 лет сахарные, кисельные, молочные реки и кисельные берега, а потом начинаем очиститься перед нашим избирателем. Нас два раза похвалила Муника Маковей, нас три раза похвалил еще там какой-то брюссельский бездельник. Кстати, брюссельский бездельник это не я сказал. Это вот когда сейчас прощались, я наблюдал сцену, когда Янукер укорял британских депутатов, его правилам, они сказали, ваш брюссельский бездельник, время заканчивается. Гудбай, и обсмеяли его, и так далее, и ушли. Господин Кандук, к сожалению, это не поддержал. Лучше бы он это поддержал, чем вот эту историю с Крепелем. Но, понимаете, дело в том, что если бы наши политики были бы больше озадачены, больше свободны, не были так завязаны на вот то, чтобы понравиться кому-то за рубежом, а понравиться собственному народу, эту проблему мы давным-давно бы решили так же, как полюбовно решаем все проблемы бизнеса между двумя берегами Днестра. Поверьте мне, между теми, кто контролирует бизнес на левом и на правом берегу, никаких противоречий нет. Согласен к своему мнению? Кроме одного противоречия. И те, и другие побаиваются, чтобы как-нибудь не забрали бизнес. Вот это еще нет проблем. Ну, служение, скажем, долларому знаку, оно, конечно, везде одинаково. Интернационально, да? Интернационально, но я бы не согласился с таким упрощенным подходом к решению Приднестровского вопроса. Я думаю, что все-таки ключ не у нас, не у Тирасполя. Хорошо, тогда я задам вопрос по-другому немножко, или в продолжение темы российских выборов и всего остального. Это предвыборный год не только для Российской Федерации, но и для нас. Правда, у нас другой, парламентский. И вот будет ли вот эта вот вся карта Приднестровья опять, да, геополитическая разыгрываться на наших парламентских выборах? Она даже на местных будет. На местных мы слышали призывы. Лилия, мы Киртока избирали. Но вы смотрите опять назад. Я вас спрашиваю, что мы не в состоянии отступить? Нет, просто вы хотите, если вы хотите увидеть впереди, загляните в историю. Самые классные советники у президентов, у политиков, это историки. Потому что где-нибудь, когда-нибудь, это уже случайность, знаете. Это как вот эти вот мафиози и бандиты, но возят с собой старого-старого отсидевшего кодосоветника. Он говорит, там у Васи Кривого был случай такой, да. Ну, ничего, все в жизни повторяется. Ничего нового нет, понимаете. Поэтому вы посмотрите. Мы четыре года избирали недоразумение, так сказать, мэром города. Он довел столицу до ужасающего состояния. Многие ругают Плохотнюка. Я опять рискую навлечь на себя, но если бы не господин Плохотнюк, мы бы еще раз его не избрали. Спасибо, господин Плохотнюк, что вы его убрали, наконец, понимаете. А также и многих других, да. Может, вас там будут осуждать за другие вещи, но за это вам воздастся. Слава Богу, может, и хоть изберут нормального человека. Честно, с вами говорю, да. Потому что наш избиратель, он с танками Путина и с танками НАТО, он до нормальных друзей своих спрашивал, которых уважаю. Скажи, ты уважаешь, Кирток? Нет, не уважаю. Почему голосовал? А что ты хотел, чтобы за коммунисты и социалисты? Что ты? Слушай, только... И вот сейчас, понимаете... А что они? Асфальт разносит? Нет, Лиля, мы опять наступаем в ту же лужу. Понимаете, идеально было, я думаю, Валера с ним согласится, чтобы город возглавил технократ, который объявил политическую поддержку со стороны руководства страны. То есть без победительского руководства страны. Это праймеризм. Хорошо, тогда мы о выборах поговорим после рекламы. А сейчас мы уходим на рекламу. Реклама на 21-м канале. Оставайтесь с нами, реклама будет недолгой. Мы вернулись в студию после рекламы. Имеете возможность наблюдать, что мы во время рекламной паузы продолжаем наши дискуссии. Все-таки выборы, наверное, самый захватывающий вид спорта в Республике Молтово, если можно так сказать. Поэтому практически мы из них никогда не выходим. Но в этом году нас ждет как минимум две предвыборные компании, которые будут очень интересными, не зная, насколько необычными. Придут ли они по классическому молдавскому сценарию или же пиар-менеджеры предполитформирования предложат что-то новое. Это мы с вами очень скоро будем наблюдать. Итак, давайте вернемся к выборам, начнем с муниципальных. Кишинев для начала. Теперь уже и социалисты заявили, что их кандидатом будет Иван Чабан. Не новое лицо, известно хорошо, пресс-секретарь президента, председатель фракции в муниципальном совете. На сегодняшний день мы уже имеем заявленные три фамилии. И остальные политформирования еще раздумывают. На левом фланге только кандидат от социалистов заявлен на сегодняшний день. На правом два – это Андрей Анастасий и Валерий Монтиану от либеральной партии. Не хотят, не будут выдвигать, будут выдвигать других кандидатов в наше политформирование или нет. Как будет дальше? Ну, демократы сказали, что не отказываются. Ну, демократы сказали, что они поддерживают про Европейскую. Я думаю, что еще появятся, конечно. И независимые будут и с правого фланга, и с левого кто-то. Обязательно будет же кандидат от нашей партии. Как без этого? Уже кашу, по-моему, даже в вашей студии. Он сказал, что он в коротком списке, что он не исключает, и что у него больше всех на сегодняшний день знаний о том, что же на самом деле происходит в городе. Да, спорно. Но я хотел сказать, что намерены тоже выставить кандидаты. Наши партии вот уже на левом фланге два. Поэтому, я думаю, не меньше 8-10 где-то наберутся уже где-то через месяц. Но вы говорили о правилах игры. Будут геополитические опять выборы или будут все-таки городские выборы. Имея в виду, что они медленно перейдут уже в парламентские, да, все будут вооружаться какими-то чисто политическими аргументами. Но все-таки, я думаю, что здесь в городе будет нарушение этой обычной, привычной для нас игры. Это потому, что в самой премарии задали некую тональность другую. Вот уже три месяца, как исполняющий обязанности премара госпожа Раду, всей своей деятельностью показывает, что можно по-другому вообще в городе строить отношения с гражданами. На чисто городских вопросов. Не на Восток, Запад, не на Америка, Россия, Брюксиль. Не на танки. Да. А на чистоте дорог. Я, например, сегодня, я живу в селе, сегодня в 7.30, приехал на работу. По крайней мере, по главным улицам уже прошлись эти маленькие машинки и почистили. Раньше этого не было. То есть, я понимаю, что тут, конечно, и выбора близко. Но, с другой стороны, на других наших выборах, то работали не машинки, эти чистящие тротуары, а другие, эти машинки, которые говорят много и в геополитическом смысле. Поэтому, я думаю, что все-таки эта тональность, она будет слышна и заставит других говорить все-таки о проблемах города. Поэтому, то, что, например, правые надеются, что выиграют политикой Анастасии Мунтиану, я думаю, что социалисты тоже немножко поспешили. Я ничего не имею против Ивана Чбана. Абсолютно. Он организованный человек. Он имеет определенный опыт. В его возрасте обычно еще мечтают и хотят что-нибудь сделать для общества, чтобы утвердиться как политика. Но тут нужен опыт менеджера и хозяина. Боюсь, что у него будет в этом смысле меньше аргументов. Я желаю, конечно, как и всем, чтобы только успехов. Но тут, я думаю, что очень важно будет показать свои менеджерские способности и способности хозяина города. И выиграет тот, который сможет это доказать. Что вот город, вот что я умею. И я это сделаю. А про Россию и про Америку будут сказки, будут эти песни еще звучать. Но я думаю, что граждане Кишинева, которые уже поняли, что два раза последних они ошиблись, это точно, то будут меньше это слушать все-таки. Учитывая, что по некоторым улицам только на танке и проедешь. Господин Владимир Демидевский, вы согласны с тем, что сказал господин Рениц? Все-таки будем искать менеджера? Во многом согласен. Вообще идеально было бы, чтобы город возглавил менеджер, который я еще раз объясняю. В наших условиях он должен иметь полную поддержку со стороны центрального правительства. Без этой поддержки ничего сделать нельзя. Это вот показал опыт и Москвы, где был Лужков, и сейчас Собянин, которого поддерживает власть. И Москва действительно преобразилась. Да и я скажу вам, все столицы, Валерий, как и я, ездит и по странам СНГ, и по странам Европы. Вы знаете, я люблю Кишинев, потому что уже 30 лет здесь живу. Это моя родина, и она была красивая. И я всегда гордился тем, что люди, которые ко мне приезжали, говорили, какой красивый. И как продумано, хорошо сделал город, продул. Даже в Румынии говорили, аресит, продул все хорошо, прекрасно, зеленый и так далее. Но то, что сделали с городом, я думаю, что у любого кишиневца сердце кровью обливается. Немножко привык. Можно вспомнить 22 апреля прошлого года. Помните, когда даже не любили и тогда Киртуака, но все-таки помогло правительству. Без правительства тогда были справедливы. И этот кризис, мусорный кризис в Бельце. Так вот, я говорю, что идеально было самое. Но нам всегда не везет. Знаете, у нас местные выборы, слава богу, что мы выбираем сейчас на год. В следующем году будут снова новые выборы. Но я говорю, что нам не везет, потому что опять местные выборы выглядят как праймерис парламентских выборов. Цена победы или проигрыша на выборах Кишинева и Азиат для любой партии в отношении парламентских выборов очень высокая. Понимаете, все политики боятся. Хорошо, я не выставлю. А было бы идеально, конечно, может быть, даже чтобы социалисты, демократы и еще какая-то партия сказали, знаете, что вот здесь вот мы для того, чтобы не было стыдно за город, для того, чтобы не провозить людей, у которых мы просим деньги с протянутой рукой, и заводим их в правительство по разбитым ступенькам, мне непонятно. С одной стороны стоит флаг, с другой стороны камень, гимпы, и как это все. И разбитые ступеньки, как это все объяснить. Знаете, самый главный памятник – это нашей бесхозяйственности. Нельзя. Я думаю, что Иван Иванович Бодил, которого у нас, так сказать, любят на гимпу ругать, при нем такого невозможно было, чтобы были разбиты ступеньки правительства. Или как в примарию, да, вот что у нас в примарии, да, за 8 лет можно было отремонтировать хотя бы примарию, да, там, где дом, где ты сидишь. Вот, этот момент есть, конечно, понимаете. С другой стороны, очень важно, конечно, нужен контроль над примарией, больше всего общественный контроль. Почему? Потому что, знаете, как говорят, шутят, говорит, если… Как определить родственников мэра, говорит, посмотрите, какой бизнес процветает в городе. Ремонтирует, ставит плитку, там, тортуар, значит, то-то самое. Самое главное, что выяснить, чтобы у мэра не было родственников похоронного бюро. Это нас заставит умирать. Да, 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 и хоронить тут. Да, постепенно становится черным. Да, понимаете, поэтому я говорю, что вот с мэрами, конечно, с мэрами нас в Кишиневе последние годы не везло. Я очень надеюсь, я соглашусь с своим земляком, господин Урикянов, который у вас в студии здесь вам сказал когда-то, да, что нужны уже чуть не там столетия, да, чтобы исправить то, что наворочил. Хотя я господину Урикянову могу припомнить. Он когда-то сказал ему, дал несколько напутственных советов. Другой вопрос, что Дорин не прислушался, но он тогда ему говорил, Дорине, да, и все это прочее. Поэтому нам всегда не хватало вот этого хозяина, понимаете, в Кишиневе. Я думаю, что если бы власть нашла такого человека, хорошего менеджера, который бы Кишинев перезапустил, то тогда этого человека, наверное, полюбили. Опять бы его начали подталкивать политики. Назвал какую-то партию, пойди на президентские выборы. Это, знаете, так заманчиво, Лужков же на этом сгорел. Вот, понимаете, когда решил, так сказать, подняться выше и начал, так сказать, смотреть туда, куда надо. Поэтому, говорю, вот это очень такой сложный момент. Нам очень бы хотелось, конечно, иметь в городе опытного менеджера. Потому что, когда господина Киртока избрали, я ничего не имею против него. Он, дай ему Бог, счастья, хорошие жены, детей, успехов и денег и все прочее. Но, понимаете, я понимаю великолепно, у Молдавана есть очень хорошая пословица. Сын Целешкович просто требуется иметь. Знаете, понимаете, то есть, когда человек не прошел никаких ступеней, он умный мальчик, знает языки и так далее. Но, когда человек не прошел ни с каких ступеней в управленцем, понимаете, это то же самое, что вот человека простого рабочего поставят директором предприятия. К нему будут заходить люди с контрактами, с бумагами. А он будет туда смотреть и не понимать, зачем этот человек зашел. Человек должен пройти все ступени для того, чтобы понимать, уже, знаете, когда человек зашел с бумагой, он уже на его лице видит, где он его хочет обмануть, а где он, знаете, это накапливается с опытом, с какими-то определенными ступенями. Для этого, как мы не ругаем партию коммунистов, да, вот ту, которая была, у них был все-таки кадровый вопрос, эти папки, люди двигались, постепенно. Коммунистическая партия, да. У них были кадровые вопросы, рассматривались, и то они прогорели на кадрах. Резерв кадров. Резерв кадров был. А у нас как? Он хороший парень. Я никогда не забуду, в 90-м году, когда я стал депутатом угрозовета, мне кто-то позвонил, я сказал, говорит, с интенсом дебуны креденцы. Я говорю, вот такой, вот и была формировка, да, вот поделили, понимаете, опять, да. И еще очень хорошо, может быть, что наши выборы, что сейчас выборы, и вот так взялись, я сегодня из окна увидел людей, которые чистили у меня эти деревья, которые еще в августе, в апреле прошлого года были поломаны, так обрадовался, просто собирался на работу, не успел. В прошлый раз, помнишь, Валерий, когда воронец строил евродворы, у меня тоже пришли люди, начали там забрасывать асфальт, ну, я пошел быстро, взял две бутылки водки, 200 лей, их коррумпировал, и они мне очень хорошо сделали, так сказать, мы, так мы, мы подъезды. А ты демон с господином Демидеевым? Хорошая коррупция. Я их коррумпировал, и они сделали у меня с вами. Прибежали другие соседи, сказали, а почему у тебя сделали, а у меня не сделали. Я говорю, понимаете, я европеец. Какой ты европеец? Я говорю, понимаете, я и был, и им показался европейским. Я говорю, вы из них не понимаете, как надо быть европейцем? Вот до сих пор у моего подъезда асфальт к ступенькам, а у других нет, понимаете. Потому что они не европейские. Хотя в соседнем подъезде сидит, живет либерал, и он уже не обижался. Вот так мы. Заходимся в смехе, говоря, в элементарных каких-то вещах, конечно. В виде даже норма уже должна быть. Асфальт и убранный во время мусора. Но вот у нас это решается иногда вот так. Два дерева не срезали, я их не успел коррумпировать. Может, не завтра, портой? Да-да-да. Господин Ренец, почему ничего пока еще не слышно? Не ведется такая битва за бельцы? Это не так важно? Или там все зависли, или в бельцах еще сложнее ситуация, чем в Кишиневе? Это вообще непонятно. И политически, и хозяйственно. Почему-то? Нет, там власть принадлежала одному человеку, господину Ренату Усатому, причем тотально, как мы понимаем. Теперь он отошел, будет какой-то его ставленник, но все равно там еще сохранилось это настроение, что вот был такой человек, вот кого он поставит. Поэтому те, которые будут сейчас выставлять контракандидата против того же Усатого, в принципе, там же целый совет его в бельцах, то они очень долго и внимательно будут примиряться. То есть там нужны очень сильные фигуры, чтобы выиграть. Я думаю, поэтому здесь тоже, но здесь как бы поле чистое, поэтому быстро выставляются фигуры. Поле очищено, а там вовсе нет, потому что каждый, который приходит, понимает, что очень трудно выиграть там. Пока настроение такое. Пока там настроение как бы после битвы. Раненый главный, главный человек там раненый, все его окружили вниманием, все сочувствуют. Очень много уже сидят на предательстве, как обычно в Молдаве, как всегда. В Молдаве, да. Должна судьба на что-то поверает. И поэтому там сложная обстановка. Люди еще как бы взвешиваются все, оценивают. Ну, я думаю, что через две недели, самые больше три, там уже появятся игроки. Вы тут не рассадите, что мы говорим плохо о нашем народе. Просто когда ты живешь в коридоре, понимаете, по которому все постоянно ходят, предвидеть это значит уметь предсказать, понимаете. То есть у нас так часто, знаете, приходили одни, вторые, третьи, что вот именно вот эта способность, да, находить общий язык с новым человеком, она всегда нас спасала. Мы выжили благодаря этому. Поэтому ничего в этом такого катастрофического нет. Да, я согласуюсь с Валерием, что основная борьба на выборах в Бельцах, там очень сильное настроение левого электората. И наверняка, скорее всего, там основная битва развернется между социалистами и сторонниками Усатова. Они, так сказать, воюют на своем левом фланге, да. И я думаю, что социалистам, насколько я проинформирован, у них там уже будет сильная фигура. Самое интересное, что, вы знаете, вот я шутил, что если бы в Кишине выдвинули бы менеджера господина Киртоку, да, вот, который доказал, да, Гермес, да, вот, который доказал тем, что он, так сказать, хороший бизнесмен, и он в советское время еще руководил. Мне позвонил на днях какой журналист из комсомольской правды, Леня Рябков, и спросил мое мнение о выборах города. И он очень удивился, когда я сказал, что вот нашли бы такого человека, как господин Кирток, Василий Кирток, да. И сказали все, что, смотрите, ребята, отбросим политику, отбросим выборы парламентские, давай сделаем его мэром города, обеспечим ему поддержку, и установим за ним контроль, чтобы у человека не загружилась голова, и он не начал действовать в своих интересах, да. Вот, и у этого человека, допустим, он выстроил крупный бизнес, он в советское время руководил крупным гипропроектом, институтом, который проектировал город. И у этого человека есть опыт, и у этого человека есть возможности, понимаете, что-то изменить к лучшему. Если мы опять выберем политика, понимаете, это будет очень сложно этому человеку. У него должна быть команда, нужна будет поддержка правительства и так далее. Поэтому я почему говорю про это, что у нас даже могли не поменяться фамилии мэров. Мэров не в Бельцах, не в Бельцах, не в Кишинёрах. Могли остаться те же фамилии, но хотя господин Киртолка говорит, что он не Киртолка, а Киртолка. Или как-то вот он мне объяснял. Давайте перейдем к другому тоже событию. На прошлой неделе, по-моему, выступал господин Плохотнёк на брифинге с заявлением, что Демократическая партия будет выдвигать Викторию Евтудина должность местной юстиции. Сегодня президент Игорь Дадон подписал указ, она уже успела принести клятву. Вот у нас новый министр юстиции. Виктория Евтудина. А что, господин президент Дадон должен поступать, как старуха Шапокляк? Сказать, нет, баба Яга против? Если есть нормальная кандидатура, если у неё нет вопросов к этой кандидатуре, во всяком случае, у неё были вопросы к господину Дадонасе. Господин Дадонас сам подал в отставку. Где-то господин Дадон имел основания что-то подозревать. Но они были ещё в облоге. Это во-первых. Во-вторых, вы знаете, честно скажу вам, я с уважением отношусь к Александру Дадонасе как к опытному юристу, но то, что он делал в конституционном суде, это сказать, это ещё и ему, и ещё кому-то когда-нибудь аукнется. Дескать, немножко так, знаете, у нас конституционный суд где-то нивелировали вот этими всеми решениями, что у нас появилось в обществе какое-то недоверие. То есть, знаете, жена Цезаря должна быть вне подозрений. У нас конституционный суд всё больше, знаете... Это определённое оригинальное решение конституционного суда. И сейчас я вызвала этот мой вопрос, потому что мы уже не всегда уверены, что любая кандидатура, предложенная правительством, премьер-министром, будет поддержана президентом. И мы уже периодически должны находимся в состоянии, когда мы задумываемся, будем ли мы наблюдать очередное отстранение, или всё-таки на этот раз обойдёмся без этого. Если не сойдутся, будем наблюдать. А если сойдутся, почему бы и нет? Почему? Что? Додон должен всё отвергать, если, допустим, правительство захочет сделать что-то хорошее. Но, знаете, понимаете, вот в этом противостоянии опять же очень много и политики, и накануне парламентских выборов. Эти две партии ориентируются на разный электорат. Демократическая партия пытается, насколько не знаю, успешно. Насколько я знаю, у них очень непростая ситуация внутри партии, и там тоже идут споры свои. Я знаю, что у них была очень такая дискуссия запущенная по поводу того, можно сделать досрочные выборы. Но потом решили, что как бы не надо, когда господин Плаходим же вышел и сказал. Там были разные споры, разные течения, разные разговоры. Но это говорит о том, что партия любая – это живой организм, где есть разные люди. Хотя в решении принимает один человек. Но тем не менее, я считаю, что есть эта проблема, знаете, разности электоратов. Вот если у Додона есть свой электорат, и он его должен консолидировать, то у господина Плаходнюка задача еще сложнее. Он должен выдавить на правом фланге тех, кто помешает ему взять, так сказать, тоже что-то солидное на выборах, чтобы сохранить власть. Демократы в более сложной ситуации по той простой причине, что они на эти выборы идут не с обещаниями, а с отчетом. Они были правящей партией. И они должны показать, что они сделали. К сожалению, для отчета у них еще пока файлов маловато. Многие файлы, так сказать, очень сложные. Я их ситуацию понимаю. Их спасает смешанная все-таки больше система, конечно. Они на это надеются в большей мере. Но тем не менее, что, как бы, знаете, у них вот опять вот эта игра должна быть продолжена, понимаете, политическая. Чтобы держать электорат в тонусе и подвести его к выборам. К сожалению, что-то так. Ну, если бы оттолкнул Викторию Евтоди, я думаю, что для президента это все-таки был бы перебор. Да. Потому что он на каком основании не подписывал иногда министров. На том основании, что он мало знает, что проконсультировавшись со своим окружением, увидели изъяны какие-то. Но Викторию Евтоди он хорошо знает. Они были в одном правительстве. Их назначали и одного, и другого коммунистической партии. И при том у Виктории Евтоди был очень ровный мандат, насколько я помню. У него хороший бэкграунд. Да. Ничего такого выдающего, скажем, она не сделала. Но и грубых ошибок не допускала. И она, в принципе, понимает, что требует Бруссель, когда говорят о реформе юстиции. Я думаю, и Бруссель очень хорошо понимает, что они требуют, когда требуют реформы юстиции. Потому что это самая трудная реформа. Потому что в юстиции как раз выражен наш менталитет. Особенно ярко выражен наш менталитет именно в юстиции. А так как менталитет, понимаете, его переделывать на переделывание идут не годы и не десятки годов, а больше. Любим мы коррумпировать. Да. И менталитет, он даже не меняется. То есть менять что-то в обществе при менталитете, которое сопротивляется реформам, можно только давлением. Сильным давлением. Поэтому и в Таиланде, и в Корее, и в этих пяти азиатских тигров все получилось благодаря того, что там был либо король, который всех ломал через стиль. Либо премьер-министр диктатора, который оставался 20-30 лет управления страной. И в этой связи какой сценарий вы рисуете для нас? Не, ну мы не такие уже неподатливые, скажем, как те народы, которыми я говорил. То есть я не думаю, что над нами просто нужно сидеть секирой. Но какая-то дисциплина, которая была хотя бы при советской власти. То есть элементарная дисциплина. То есть чтобы кто-то спрашивал. Потому что по-другому у нас, знаете, получается, после обеда нас нет. Мы где-то в бечь. А вы знаете, я читал воспоминания Винштейна, современника Пушкина, который здесь его сопровождал и так далее. Он рассказывал о том, как действовала наша Молдавская дума. Они написали однажды жалобу царю на губернатора российского Воронцова. Они не знали Инзова, они не знали, что он, говорят, что он был внебрачный сын царя, и Инзов, и тот ему благоволен и так далее. И тот послал разбираться, и тот, значит, я видел текст, который написали, говорит. Они до обеда, говорит, приходят, говорят, да, где-то в час 11 в эту думу, распределяют между своими родственниками подряды на ремонт дорог и так далее, и так далее. Когда начинается решение вопроса, они кричат, все, обед уже готов, надо идти домой, уже все, нужно вино подогреется и расходится. То есть, понимаете, вот это управление, да, вот, ну, к сожалению, у нас очень многих чиновников есть, да, главное думать о себе. Советская система немножко всех ломала, она вырастила людей, которые раньше думали о родине, да, но эти люди вымерли, к сожалению, да, как мастодонты. И вот сейчас у нас мы имеем, так сказать, людей, которые, когда приходят к власти, они говорят следующее. Когда его спрашиваешь, а что будет со страной через 5-10 лет, он говорит, слушай, мне тут министром поставили на год-два, и партия поставила, и надо с партией рассчитаться, а ты мне такие дурацкие вопросы задаешь, понимаете? И система, конечно, нас, так сказать, не воспринимается. Здесь еще есть одна проблема, понимаете, у демократов. Они никогда не были полностью такой правящей партией, которая бы, допустим, взяла большинство парламента и так далее. Вот, и они вынуждены при этих значениях. Они-то как раз его убрали. То есть они не выиграли на выборах, а брали. А где создали это парламентское большинство? Но оно пестрое, и у них у всех в этом парламенте. Самым мастодовским методом. Как Михаил Теодорович Гимпу, извините меня, крутил господину Плохотнику долгое время, да, и требовал, и ставил условия. Так и сейчас есть там люди, которые говорят, а вот нужно моего министра, а мне нужен этот пост, а мне нужно... И с этим надо считаться, иначе ты коалицию не удержишь, понимаете? То есть и тут такое дело. Ну, нужно выбирать между демократией и развитием страны. Да, вот, 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 идеально. Он сказал, нужно выбирать между демократией и развитием страны. Между игрой в демократию и развитием страны, понимаете? Некоторые люди, допустим, там, Лукашенко, Алиев, сказали, знаете, что, западники, уйдите на время, мы тут наведем порядок, а потом будем думать. И что-то у них получается. У нас был Владимир Николаевич Воронин, Надежда, думали, что вот у него получится запустить механизм, хотя бы эту платформу. Ну, видите, что получилось. К сожалению, сейчас... Гражданское общество посчитало по-другому. Сейчас второй приход, и гражданское общество опять против, потом будет третий приход, ну, значит, наверное, мы будем с пятого захода. Чтобы понимали наши зрители, в суде находятся три журналиста, это, наверное, одни из самых больших вольнодумщиков вообще на территории любого государства, которые говорят о том, что свобода слова не доводит в демократию на самый лучший путь. Если на нас забрали уверенность в завтрашнем дне, бесплатное медицину, бесплатное образование, ну, дайте хоть поговорить. Заберите еще это, тогда мы взбунтуемся. Ну, вот до чего мы договорились на разных каналах, показал опрос ИМАС, который говорит о том, что, к сожалению, нашим СМИ отечественным не о чем договоряют. Доверяют, в первую очередь, румынским, российскими, мы только на третьем месте. А нашим зрителям мне хочется сказать, что... То есть румынским на первом месте доверяют? Вы что-то сами... Да? Серьезно? Обижают нас. Да, ну, а ты МАС делал, понятно. И манипулирование, говорят, манипулируют. А что-то запрещали российские СМИ, разве им не доверяют? Да запрещают румынские. Нет, им доверяют, они на втором месте по уровню доверия, наоборот, я вам говорю, что, значит, согласно опросу, 2% молдаван очень доверяют отечественным СМИ, 24% достаточно доверяют, и 62% не доверяют. На первом месте по уровню доверия находится из Румынии, которым доверят только около 44%, и российским новостям 39%. Знаете, мне этот запрос напомнил анекдот. Знаете, когда Рабинович говорит... Да, 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 Рабинович говорит, знаете, этот Каруза, это такое дерьмо, знаешь, он говорит, ты что, слушал? Говорит, нет, нет, говорит, мне Изина пели. Такая же история, знаете, с чего они это решили? Нет, ну, я думаю, что вообще маследия у нас примерно по доверию или по тому, как работает, одинаково. Правда, ясно, что в студиях Бухареста или в студиях Москвы могут сделать по техническим параметрам более качественную продукцию. Понятно, почему, но тут же дело не в доверии, тут дело просто в сильных или не сильных программах, хороших или нехороших. Насчет доверия, я думаю, что тут кто-то там переборчил, что-то не так посчитал, потому что телевидение, что у нас, что в Москве, что в Бухаресте, одинаково манипулирует общественным сознанием. Безусловно, просто делает это с большим качеством или с меньшим качеством. Поэтому они, кто с большим качеством делает, тем и доверяют больше. Нет, Валерий, это так, потому что почему, потому что я вам говорю, что, ребята, у нас, к сожалению, да, я знаю, как работает российское телевидение, если у Вани Урганта сидит 15 или 10 или 5 человек, которые подсказывают, он, конечно, выглядит идеальным, ведущим, потому что есть, а у нас, извините, вы сидите, здесь вам никто не подсказывает. Вам не расскажут. Да, да, я не расскажу. И о вас не расскажу, да? Зато мне, не вам, не господин Уреница, шутки тоже не рассказывают. То, что сегодня происходит в студии, то, что мы обсуждаем все это не с траурными лицами, не означает, что мы не понимаем серьезность ситуации. Это означает, что мы это понимаем, может быть, даже больше, чем хотели бы, на самом деле. И то, что мы еще не потеряли способность улыбаться, значит, мы еще очень даже живы и понимаем, о чем это. Телевидение должно получать, развлекая. А не, так сказать, если мы здесь... А не запугались, да? Если бы мы с Валерием рассказали все, что мы знаем, я думаю, что на второй день, значит, мы бы выбрали мэра, у которого был родственником похоронного бюро. И нас бы никуда больше не приглашали. Ну, вот так мы сегодня на этой пути и закончим программу. Все будет хорошо. Все будет хорошо, сказал господин Демидецкий. Я думаю, господин Демидецкий тоже самое думает. А я всегда за то, чтобы у всех все было хорошо. Благодарю вас, господа, за то, что вы нашли для нас время. О том, что мы с вами и серьезные вопросы обсудили, и даже нашли в себе силу улыбнуться на эти темы, которые нас уже... С которыми мы сталкиваемся ежедневно. Это была программа «Главное». Вот так легко мы сегодня начали понедельник. Я надеюсь, что вся неделя будет приятной и для вас, господа, и для наших зрителей. Меня зовут Лилия Бараковская. Всего хорошего. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова